Вчера мы рассказывали о том, что парламент Финляндии ратифицировал договор о безопасности США, который отличается от веселых картинок товарища Ермака, тем, что он действительно рабочий и имеет как юридические, так и военные последствия. Но тут речь идет о стране НАТО, и поэтому могут быть сомнения в корректности сравнения таких договоренностей. Такие договоры имеют все скандинавские страны – Норвегия, Дания, Швеция и теперь Финляндия, и все они – члены Альянса. В развитии темы можно посмотреть на то, как сейчас работает договор такого же формата со страной, которая к НАТО не имеет никакого отношения, даже по сути названия организации. Это Североатлантический Альянс, и если страну омывают воды Тихого океана, то она к Атлантике точно не имеет никакого отношения. Речь идет о Японии. Здесь нужно отметить, что штаты ведут глобальную оборонную политику и сейчас имеют дело с двумя мощными дестабилизирующими факторами – Россией и Китаем. Другое дело, что Россия уже перешла к открытой войне, а Китай еще нет. Но именно в плане военной угрозы в рамках конвенционных вооружений Китай имеет намного более высокий потенциал, чем Россия, а поэтому и масштаб угрозы, исходящий от Пекина, в разы больше. Мало того, война в Украине показала, как такие страны способны воевать, а именно численностью пехоты, железа, разного плана стволов, ракет и т.д. И тут, какую позицию ни возьми, Китай имеет кратное преимущество перед Россией. Один только мобилизационный потенциал, чего стоит, когда Китай без особого труда может увеличить свою армию до 10 или 100 миллионов штыков. Соседи Китая видят то, как воюет путинская армия, и умножив все это на 10, приходят к оценке того, что может исполнить Китай. Очевидно, что такая война потребует изменения подходов к тому, чем отражать такую агрессию. Так Литва сейчас показывает полное понимание ситуации, а поэтому приняла решение сместить баланс боеприпасов для своих вооруженных сил в сторону увеличения кассетных средств поражения. Это прямое указание на то, что военные специалисты разных стран оценили тактику мясных штурмов, которые стали клеймом российской армии и пришли к выводу о том, что такая средневековая дикость лечится только средствами оптового выноса хрящей, а кассетники являются лучшим вариантом для этого. Поэтому Литва и вышла из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Ну а Китай способен продемонстрировать такой масштаб мясных волн, которых в истории не видел никто. Конечно, в идеале было бы забавно посмотреть на то, как столкнутся две мясные волны, но вероятность этого стремится к нулю, потому что Путин откровенно лег под Си, показывая сцену «Бары не легли» и просят. А рядом Пуйло уложила под Китай Россию, и это уже исключает разделение, а тем более противопоставление мясных волн. В общем, Япония оказалась в положении, когда она является не меньшей, если не большей целью для агрессии Китая, чем Тайвань. И для такого вывода есть вполне логичные мысли. Насколько можно понять, основным планом Си по захвату Тайваня все же является не военный вариант. Все эти бряцания оружием должны создать фон для того, чтобы, используя демократические процедуры, привести к власти пропекинские силы, а таковые на Тайване имеются. Ведь, по сути, коммунисты захватили и узурпировали власть в Китае, а официальная власть, которая, между прочим, представляла страну во время Второй мировой войны, была рецепиентом американского ленд-лиза, и китайские коммунисты вообще не имели к этому никакого отношения. И вот это официальное правительство в ходе гражданской войны с коммунистами отступило на Тайвань, но продолжало называться Китаем. Оно же было соучредителем ООН, как и теперь уже коммунистический Китай. Но поскольку почти 20 лет название Китай задваивалось, то обманным путем тайванское правительство вынудили перерегистрировать документы с новым названием, оставив Китай коммунистам, что и было сделано. Только вот когда первые документы были аннулированы и поданы новые, то Китай, пользуясь своим правом вето, заблокировал регистрацию этих документов со всеми вытекающими последствиями. С тех пор никто не может формализовать дипломатические отношения с Тайванем, не нарушив устава ООН. И как не трудно догадаться, Китай ни при каких условиях в рамках нынешнего устава ООН не пропустит регистрацию Тайваня. Более того, Пекин мгновенно поднимает вонь на весь мир, если хоть какая-то страна даже не признает Тайвань, а повышает статус своих отношений с ним хотя бы до дипломатических. И это при том, что он сам, и теперь его шавка Россия, будет блокировать регистрацию Тайваня в ООН. С другой стороны, если Пекину удастся привести во власть своих марионеток, то те могут принять решение о присоединении Тайваня к материковому Китаю, и с точки зрения ООН это не будет считаться аннексией. И в этом раскладе имеется огромный приз. Вся гигантская отрасль электронной промышленности с ультрасовременными заводами компании ТСМС перейдет под юрисдикцию коммунистов. Более того, учитывая специфику производства чипов и тех условий, которые поддерживаются на фабриках, когда в кубометре воздуха не должно быть ни одной частицы постороннего вещества, то любые боевые действия, которые могут развернуться на Тайване, могут привести в негодность этот самый ценный приз. Все это мы объясняем для того, чтобы показать все выгоды не военного решения тайванского вопроса для Си. Ведь он не может не знать наставления Сунь Цзи, который говорил о том, что самой замечательной является победа в войне, которую не пришлось начинать. И вот именно с Тайванем Си надеется провернуть именно такой фокус. А с Японией этот номер не пройдет. И если войска генералиссимуса Чан Кайши все же потерпели поражение от армии Мао, то японской армии поражение нанесли американцы и их союзники, а войска Мао позорно бежали от японцев. И за всю войну так и не дали генерального сражения оккупантам. Во множестве мемуаров японские военные пишут о том, что после нескольких открытых предложений войскам Мао избрать место и время генерального сражения и очередного бегства этой доблестной армии, японцы предупредили коммунистов, что очередное их бегство будет стоить дорого для мирника. Но коммунисты опять смылись, и японцы устроили нанкинскую резню именно в знак презрения к великому кормчему его армии. Выйдя они на драку и даже честно проиграя ее, ничего такого бы не произошло. И вот из таких позорных эпизодов состоит все противостояние коммунистов против японцев. А поэтому реванш именно в этом плане куда более весомый, чем сомнительная драка за Тайвань. И вот здесь уже можно сопоставить ситуацию с Китаем и с Россией, которая тоже пенится реваншизмом и пытается новыми победами смыть плохо скрываемый позор поражений. Путин это называет восстановлением справедливости и компенсацией за то, что его Россию и СССР все время обманывали. А у Китая эта тема стоит еще более остро. Ему даже на обман нельзя ничего списать. Квантунская армия не просто рвала в хлам коммунистов Мао, а те даже боялись вступить в драку с японцами. И вот этот исторический позор, который остался на их собственной холке, и главное, на корм чем Мао, можно смыть только кровью японцев, нанеся им сокрушительное поражение. А на время подготовки этой исторической сатисфакции можно рассказывать о том, что это подготовка к военному решению тайваньского вопроса. Тем более, что Япония действительно заигралась в пацифизм и слишком долго игнорировала стремительный рост военного потенциала Китая. А в Пекине на собственном опыте знают о том, что японцы умеют и воевать, и работать. То есть, как только Япония встанет на путь самурая, то дальше будет все очень грустно, потому что японцы умеют воевать, и более того, умеют наслаждаться процессом боя. Уже очевидно то, что Япония встала на этот путь, и окно возможностей для китайского реванша стремительно закрывается. Похоже на то, что эту ситуацию адекватно оценивают и в Пекине, и в Токио. А поэтому, пока японские вооруженные силы не набрали форму, а из общества выветривается тлен пацифизма, задействован тот самый договор о безопасности с США, пародию на которой нам показывают квартальные ермаки. Еще раз подчеркнем, что Япония, как и Украина, не является членом НАТО, но договор там работает совсем другой, а поэтому и последствия такой работы другие. Так, американская пресса пишет о том, что 3 июля Министерство обороны США сообщило о плане изменения принципов развертывания тактической авиации США на нескольких военных объектах в Японии. Заявление Министерства содержит такой посыл. План модернизации структуры развертывания, который будет реализован в течение следующих нескольких лет, включает в себя более 10 миллиардов долларов инвестиций в военный потенциал для укрепления Американско-японского альянса, усиления сил регионального сдерживания, а также укрепления мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. А далее речь идет о том, как это будет выглядеть в натуре. Так, военно-воздушные силы США увеличат свое присутствие на авиабазе Кадена, расположенной в префектуре Окинава. Они должны развернуть 36 самолетов F-15ЕХ, которые заменят 48 истребителей F-15СД, дислоцированных там до сих пор. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов также увеличат свое присутствие на авиабазе МИСАВА. Изменения будут включать в себя размещение там 48 американских самолетов пятого поколения F-35А. На данный момент на базе МИСАВА находится 36 тактических истребителей F-16. Добавим, что эти машины находятся в конфигурации ВАЛЬД ВИЗЛ, предназначенный для прорыва ПВО противника. На практике это означает, что Япония получает два самых современных типа истребителей, представленных США. Насколько можно понять, такая конфигурация – это то, что раньше называли режим «зверь». Когда на самолет временно навешивают пилоны и на внешней подвеске, машина несет в три или даже в четыре раза больше ракет, чем в режиме стелс внутри корпуса. Видимо, американцы уже отработали тактику применения, когда невидимки ослепляют ПВО противника, а потом такие «звери» выносят все особо важное. Причем цель для ракет – назначают невидимки, которые только что разгрузились по ПВО и РЭБ. Пока не было данных о том, что F-35A в такой конфигурации замечены вне пределов США, и это уже о многом говорит. Но и это не все. Как отмечает американская пресса, авиабаза корпуса морской пехоты в Ивакуни получит больше F-35B для поддержки реализации проекта модернизации вооруженных сил. По данным Министерства обороны США, корпус продолжит поддерживать постоянное и ротационное присутствие самолетов, чтобы обеспечить необходимые возможности для поддержки обороны Японии. Напомним, самолеты F-35B – это модификация с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки. Такие самолеты изначально предназначались для корпуса морской пехоты США, но их заказала и Япония. Эти самолеты позволяют перепрофилировать любой достаточно крупный вертолетоносец или десантный корабль в легкий авианосец. И пока Япония не получила свои машины для того, чтобы укомплектовать ими два авиакрыла для имеющихся кораблей подобного класса, Штаты перебрасывают туда свои самолеты. Ничего подобного у китайцев нет и вряд ли появится в ближайшее время. Поэтому появление таких самолетов в регионе вносит некоторую определенность. Развертывание этих военных инструментов уже само по себе посылает Пекину сигнал о том, что на военные претензии есть чем ответить прямо сейчас. Ответ будет высокотехнологичным, а как показала война в Украине, высокие технологии, зашитые в современное оружие, являются лучшим средством от мясного способа ведения войн. Не зря генеральный секретарь правительства Японии Йосимаса Хаяси заявил о том, что план модернизации и развертывания появился в то время, когда Япония столкнулась с крупнейшим и самым сложным кризисом безопасности со времен окончания Второй мировой войны, а соседние страны активизируют свою военную деятельность. Плюс к тому, Хаяси отметил, что благодаря этим изменениям возможности сдерживания и реагирования Японо-Американского альянса будут усилены. Заметим, речь идет не только о самолетах, и ни слова не сказано о флоте, а там тоже много интересного. Мы просто взяли небольшой эпизод более крупной картины. Вот так работает настоящий договор о безопасности. Когда отношения урегулированы должным образом, сам вопрос о том, могут ли, а вернее будут ли использованы войска, в данном случае США, для обороны Японии, не стоит в принципе, потому что ответ на него содержится в тексте соответствующего договора. Поэтому и реакция на растущую угрозу адекватная и своевременная. А мы помним о том, как наивылычнейший гундосил, что никакой угрозы масштабного вторжения в упор не видит, и западные разведки сгущают краски. У него свои сведения о том, что вторжения не будет, и эти данные более надежны. Теперь он впаривает сказки о том, что заключает просто замечательные безпековые договоры. Сколько он их уже понаподписывал, а ситуация хоть близко напоминает вышесказанное? Потому что подписано ничто. Вот мы и не видим ничего. Субтитры создавал DimaTorzok